Можно ли по еврейскому закону бить жену в воспитательных целях и ради мира в доме? Замечательный вопрос. Утром он встает, бьет жену, днем, перед тем, когда он возвращается, он бьет жену, на ночь он бьет жену. Три раза в день по еврейскому закону муж должен бить жену. Если бы такое было написано в Шолхана Рухи, тогда бы мы все сказали, замечательно, я буду мужчиной, она будет женщиной. А женщине можно бить мужчину? На чем построено отношение в семье между мужем и женой? Сказано, что Творец, когда из части Адама сотворил Хаву, он сказал, вот сейчас она плоть от моей плоти, она кость от моей кости. То, что есть в мужчине, нет в женщине. То, что есть в женщине, нет в мужчине. Вместе они называются человек. Когда муж почитает жену больше, чем самого себя, когда он занимается тем, чтобы предугадать ее желание, а она, праведная жена, исполняет волю мужа, тогда, если он заслуживает этот мир в семье, сказано, эзер кинегду, помощница против него. Если помощница, то не против. Если заслуживает, она помощница. Если не заслуживает, она против него. Мы все стремимся к тому, чтобы среди нас, в нашем доме находилась шхена, присутствие Творца. Но это при условии, что муж почитает жену больше, чем самого себя. А она, праведная жена, исполняет его волю так же, как свою. Это называется еврейский дом. И за заслуги этого дома мы сохранились как народ.